салам пополам земляне земляне с вагинами с вами камел на дворе 12 апреля день космонавтики ну так получилось что вот как-то подгадали полет юрия гагарина ко дню космонавтики я всех поздравляю с этим праздником а у нас пензе тепло весна вступила в свои права сейчас уже плюс 14 чуть позже обещают все 20 градусов и поэтому вот в кожаной куртке немножечко жарко и я думаю надо одеть что-то более соответствующее погоде например ветровку а что будет если поднимется температура воздуха до 30 35 и стоять она будет ни день ни два ни неделю а месяц и даже больше самолет премьера садился в экстремальных условиях аэропорт заволокло дымом раздуваемые сильным ветром пожара буквально пожирали накануне целые деревни в нижегородской области верхняя верия там болезь шернавка выгорели дотла всего огонь уничтожил 547 домов вдоль дороги кортеж владимира путина провожали взглядами погорельцы так у нас повелось на высшее руководство последняя надежда ответ на этот вопрос дал 1972 год год больших природных и лесных пожаров очень многое известно о том что творилось москве и подмосковье ну как же это же столица но к сожалению мало известно о том что в этот момент было в пензе давайте мы немножечко восполним этот пробел сухая и жаркая погода на территории пензской области установилась середины апреля судя по тем сводкам погоды которые мне удалось найти за вторую половину апреля не выпало ни одного миллиметра осадков и летом температура держалась в районе 35 36 градусов тех кто проживает в пензе конечно же знают что при такой температуре в самом городе находиться очень тяжело в первую очередь из-за высокой влажности это вам не средняя азия и не морское побережье где бриз сбивает жару здесь такое не проходит и такая жаркая погода стояла до середины июня где-то числа 18 19 чуть-чуть похолодало и температуры снизилась на 10 градусов но тем не менее дожди не пошли а также по-прежнему небо было ясное и безоблачное к 21 августу температура снова поднялась до критических отметок 35 с половиной градусов когда георг васильевич побеседовал с метеорологами пензского аэропорта то выяснилось весьма странная картина оказывается аномальный антициклон стоит над пензой сентября 71 года и только иногда чуть-чуть сдвигался в сторону снова возвращался на свое место и поэтому с осадками как вы понимаете при антициклоне когда ясное небо бывает очень и очень напряженно ну а сами пожары в пензенской области начались 26 августа 1972 года в этот день загорелись леса вокруг города пензы сильнейший пожар вспыхнул на границе земеченского района с лизанской областью где загорелся бор а как было написано в дневнике мясникова бор был пустой то есть огню была возможность разбежаться очень и очень серьезно 27 августа ситуация осложнилась загорелась загорелся север области то есть от пензы в сторону мордовии горела возле лунина полностью выгорелась село иван ирс а в земеченском районе пожар вплотную поступил двум лесным населенным пунктом пашкова и медведкова и они попали мой под очень серьезную угрозу полного уничтожения огнем для того чтобы справиться с такими огромными стихийными пожарами принимается решение поднимать по тревоге все службы гражданской обороны и сам штаб гражданской обороны министерства обороны советского союза одновременно с этим проходят как сейчас принято говорить консультации с генеральным штабом вооруженных сил и принимается решение отмобилизовать пол гражданской обороны а что значит отмобилизовать пол гражданской обороны это значит призвать резервистов по штату военного времени вместе с техникой и бросить всю эту Араву на тушение огромных лесных массивов, которые полыхали вокруг Пензы и все ближе-ближе подступали к областному центру. На следующий день, 28 августа, ситуация настолько осложнилась, что в Москве было принято решение отправить в Пензу заместителя председателя Совета министров СФСР Калашникова и заместителя министра внутренних дел Петрушкова для того, чтобы оказать помощь областным властям в тушении пожаров. На следующий день, на утреннем совещании, были сделаны первые выводы. Было признано, что тактика тушения огня была ошибочной. Вместо того, чтобы бороться с самим огнем, необходимо было закрепиться на отдалении от него, провести минерализацию, то есть, минерализированные полосы сделать, опахать трактором достаточно широкие разрывы, чтобы огонь не мог просто так перекинуться. И уже на этом рубеже сдерживать его. И дать, конечно же, все, что внутри, до этих самых полос, сожрать огню. Иначе по-другому просто быть не может. 30 августа в 16.05, во время проведения разведывательного облета зоны пожаров, разбился военный самолет. В нем находились, кроме членов экипажа, которые, кстати, остались живы, им удалось при падении выбраться из машины, 5 человек. Среди них было 3 представителя, как сейчас говорят, правительства Пенинской области. Это первый заместитель предательного госполкома Ванин. Как сейчас, ну, по-современному, это зампредседателя правительства области. Заведующий сектора сельского хозяйства Наумов. Ну, по-современному, министр сельского хозяйства Пенинской области. И председатель Лунинского райисполкома партии Шеин. Как сейчас принято говорить, это глава администрации Лунинского района. Кроме них, еще два человека, Тимченко и Козлов. Один из Томской области, другой из Харькова. Они также погибли. Они все, вот эти 5 человек, сгорели заживо. Расследование авиакатастрофы показало, что, в принципе, был букет нарушений. Во-первых, сам вертолет, который выработал к тому времени 80% своего ресурса. Он налетал 400 из 500 возможных часов. Во-вторых, сам экипаж, который был собран в сбору по сосенке и в таком составе никогда не летал. Ну, а главное, это невнимательность второго пилота. Он прозевал то, что началась гора. Ну, правда, я не знаю, откуда там город. Скорее всего, речь идет о холме. И в результате, когда командир экипажа среагировал на его команду, долга, забыл уже поздно. Самолет, вертолет зацепился и стал падать. Почему удалось выжить летчикам? Потому что высота была небольшая, 40-50 метров. А пассажирам не повезло. Он упал на пассажирскую дверь салона. И в результате чего просто никто не мог выбраться. И они вот в течение короткого времени сгорели. Хотя и удалось пилотам вытащить тросами, оторвать двигатель от самолета. Но, тем не менее, от вертолета, простите, это не помогло. И в результате, конечно, был признан виновным сам пилот. Но командующим Приволжского военного округа ему все это сошло с рук. Ну, слишком высокая должность. Перед похоронами было совещание, опять же, по результатам пожаров, 1 сентября. На нем было принято решение тушить торфянники, которые являются источником вот этих самых природных пожаров. Там не нужно поджигать что-то. При высокой температуре торфянники самовозгораются. И вызывают... Сначала тлеет внутри, а потом огонь прорывается наружу и начинает гореть лес. Но это очень сложное дело. И как раз вот в 1972 году были опробированы методы тушения торфянников. Были даны весьма-весьма грамотные рекомендации, которыми пользуются до сих пор. Ну, а сами пожары потихонечку начали стихать 3 сентября. После того, как похолодало действительно, погода установилась ниже 20 градусов и пошли дожди. В общем-то, без дождей было бы справиться гораздо сложнее. Но дожди потушили в итоге эти самые пожары. Ну, а следующие крупные пожары случились спустя 39 лет, в 2010 году. Я их прекрасно помню. Я выпустился из Академии гражданской защиты. Служил в Главном управлении МЧС России по Пенинской области. И буквально все вот эти вот события происходили на моих глазах. Действительно страшное зрелище. Города затянуты дымом. Дышать нечем. Страшенная жара. Не хватает воды, потому что воды действительно не хватало. Ее скупали и дополнительно привозили на автомашинах, на автосцернах воду, которую даже не продавали, а просто раздавали. В этом плане, конечно, сработали очень и очень здорово. И вообще, друзья мои, вот эти все пожары, они показывают, что мы перед природой нет никто и звать нас никак. Когда в следующий раз будет такое у нас в стране? Я не знаю. Хотелось бы, чтобы этого как можно дольше не было. Но мы прекрасно знаем, что творится каждый год в Калифорнии, как там горят леса, как там выгорают населенные пункты, гибнут люди, наносятся огромные материальные ущербы. Конечно, хотелось бы, чтобы мы этого избежали. Но вот удастся или нет, я не знаю. Но давайте надеяться на лучшее. С вами был Кэмэл. До новых встреч. Увидимся.